Я стараюсь ничего не портить, только все улучшать. Привет! Прошло 25 лет правления Владимира Путина, и ясно одно, что он хочет править еще 25. Возможно, в виде головы профессора Дойля. Я посмотрел Балдайский клуб, заседание этой странной организации, и заметил кое-что важное, все-таки российский диктатор и военный преступник сказал. Мир без России будет лучше. Внимание, вопрос. При раннем Путине такого не было, а вот теперь появилось, может быть, вопрос именно в нем. Пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, мы называем здесь вещи своими именами, и ни при каких случаях, ни при каких обстоятельствах не смотрите эти выступления в оригинале. Это четыре часа абсолютного бреда. Да, он собрал неплохую массовку, но на самом-то деле он обращался к одному всего лишь человеку на этой планете, который в зале, конечно же, не присутствовал. Речь идет о Дональде Трампе. Весь этот четырехчасовой спич был посвящен именно ему, а не кому-то другому. Он давал сигналы, что он готов. К чему он готов? Внимание. Он готов продолжать войну. Он говорит слово «мир», но всячески фиксирует, подчеркивает, что он неугомонный до того момента, пока его мозг не встретится с пулей отрядов сил специальных операций. Украины, с большой вероятностью, это даже будут силовики на Российской Федерации. Давайте разберемся. Но перед этим важно, что сделать правильно. Поддерживать нашу армию. Мы вчера начали сбор для 53-й бригады. Им нужен новый дрон. И что я вам хочу сказать. Слова о том, что все устали, не соответствуют действительности. Потому что только на мои карты вы перекинули больше тысячи долларов. И вот есть у меня такая карта «Приват». Набросали вы сюда сколько? Навожу телефон на QR-код на экране и отправляю. 29 999 гривен. Полетели. Банку пополнено. Поддержим нашу армию. Потому что в этом изменчивом мире вопрос выживания нашего. И решить должны мы его прежде всего сами. Ну а теперь давайте-ка разберемся, что у нас есть по заявлениям российского маньяка. Владимир Владимирович, а суверенный искусственный интеллект, когда у нас будет, он нам сможет русскую идею для 21 века предложить? Он нам может только помочь решать те задачи, которые перед нами стоят. И очень важно, как мы их формулируем. Владимир Хас считает, что он на связи с Ирюриками и другими историческими деятелями. Может быть с Наполеоном, с Гитлером, с кем угодно. В общем, как по мне, по нему плачет дурдом. Так вот, национальная идея, национальная идея имени Владимира Путина, она уже, внимание, сформулирована. Это моя свобода. Я хочу, делаю то, что хочу. Но так можно и до убийства дойти. Хочу убить. Я хочу убить. Пошел, убил. Это выражение моей свободы. Так что ли? Чушь, конечно. Это не чушь. Это военное преступление. И Владимир Путин делает вид, что он против этого. Нет, нет. Он как раз именно так и поступает. И чтобы их как-то угомонить, как, например, угомонили российского генерал-майора, нужно бороться. И самое малое, что мы можем сделать, это, конечно же, донаты. Всех еще раз благодарю за поддержку вот этого сбора для 53-й бригады. Это очевидная вещь. Как у нас в народе говорят, к бабке ходить не нужно. Это очевидно. Конкретно в этом взятом случае мы разберемся и без Владимира Путина. Обращаясь к Дональду Трампу, он всячески заискивал, рассказывал о том, что у него вообще со всеми прекрасные отношения. То есть, по сути, он кривляет Дональда, который говорил, что у него прекрасные отношения с Путиным, с Кимом, ну и другими людьми со спорной репутацией на этой планете. Что говорит по этому поводу этот ВВХ? Он говорит вот такие тезисы, что он со всеми в хороших отношениях, но почему-то ему перестали звонить. Ну, сегодняшние условия, они своеобразные очень, что там говорите, они накладывают отпечаток на все, в том числе и на наши. Даже у меня и с Макроном были хорошие отношения, еще плохие. Я и с Шульцем разговаривал. Ну, в какой-то момент они решили, что это мне нужно. Ну, не нужно, значит, не нужно, я уже говорил. У меня и с Трампом были нормальные отношения. Я не знаю, сейчас он хочет, не хочет разговаривать. Я и с Байденом был в нормальных отношениях. Мы же с ним встречались в Швейцарии, общались, по телефону разговаривали, созванивались, шутили, смеялись. Значит, главное в этом многочасовом скучном выступлении Путина на заседании Валдарского клуба сигнал Трампу, который сразу после избрания заявил о намерении прекратить войну. Путин дал понять, что он готов говорить о мире, но не собирается делать ничего, чтобы приблизить этот мир. Это нужно четко зафиксировать. Он не собирается идти на уступки ради мира, даже если в мире будет нуждаться сама Российская Федерация. А звоночков таких очень-очень много. Специально ко дню избрания или возвращения, или завершения избирательной кампании, и победе Дональда Трампа, украинские силы обмороны обнулили российского генерала 13-го. Значит, мир Путину не нужен. И с этим тезисом он выступал очень-очень долго. Трамп не примет ультимативную позицию. Не такой он человек. Исходим из этого. Поэтому Россия будет дальше вести бессмысленную и изнурительную войну. Но при этом диктатор, очевидно, чувствует, чем в конечном счете закончится его заигрывание с избранным президентом США. Ну, о каком же доверии можете идти речь? Вы чего, ребята? Какое доверие? Вы прямо публично заявили, что вы нас надули, соврали нас и обманули. А какое доверие? Но нам нужно вернуться к этой системе взаимного доверия. Итак, в течение четырех часов он рассказывал, какой плохой Запад. Что они не понимают своих собственных интересов. И интересы Соединенных Штатов, и Европы, и Китая, и Индии. Знает только он, Владимир Владимирович Ха. А все остальные ошибаются. А еще рассказывал, какие у него были закулисные переговоры с европейскими лидерами. С которыми он когда-то встречался. И знаете что? Оказывается, нет, на Западе не все умные. Но Владимир Путин заставит поумнеть всех. Еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня. Мне европейские лидеры, многие говорили, что они нас пугают тобой. Нам не страшно, мы ничего здесь, угроз никаких не видим. Это прямая речь, понимаете? Ну, я думаю, что и в Штатах это прекрасно понимали, почувствовали. Сами уже относились к НАТО там, как к второстепенной какой-то организации. Поверьте мне, я знаю, что я говорю. Но все-таки эксперты там понимали, что НАТО-то нужно. А как сохранить его ценность, привлекательность? Но нужно напугать как следует. И у Путина это бесспорно получилось. Он вдохнул новую жизнь в НАТО. Он сделал так, что теперь действительно все оборонные траты членов Альянса, которые у многих стран вообще были там на каком-то минимальном уровне, теперь кратно возрастают. Все вооружаются. Потому что оказывается, что те лидеры европейских стран, которые, говорили, мы не видим в России угрозу, они облажались, обгадились. Вот что это означает. Кто сильнее, тот и прав. Этот принцип тоже работает. Да, бывает и такое нередко. Странам приходится защищать свои интересы вооруженным путем, отстаивать их всеми доступными средствами. Но современный мир комплексный и сложный. Решая какую-то одну проблему, применение силы создает, конечно, другие, зачастую еще более тяжелые. И мы это также понимаем. В какой-то момент казалось, что Владимир Путин, он что-то начал понимать. Начал понимать цену войны, использование силы. Но это прозрение пришло к нему ненадолго. Ну, такой он. Он с этой колеи уже не сойдет. Он будет действительно пытаться убить всех граждан Украины. Ну, а россиян, а он не считает. Ему хорошо. Дедушке нормально. Ведь у него потерь нет. Ему наплевать на уничтоженного российского генерала, как и на сотни тысяч российских военнослужащих. Он просто потом задается вопросом. Вы знаете, у нас не хватает рабочих рук, а дефицит людей. Хотя, казалось бы, ответ же очевиден. Куда делись эти рабочие руки? Куда он их отправил? На тот свет. Если кто-то не понял, где было прозрение Путина, временное, краткосрочное и вообще, возможно, последнее в его жизни, когда он заявил о том, что применение силы приводит к новым проблемам. И проблем здесь очень-очень много. Значит, давайте-ка самое главное, что он тут нам поведал. Он поведал, что планирует продолжать войну. А, и, внимание, это он артикулировал эту мысль исключительно для Дональда Трампа, который уже заявил, и я не думаю, что у него получится этот вопрос как-то изменить, который, ну, так складывается обстоятельства на фоне и предвыборных заявлений, которые частично будут забыты, но частично нет, что вопрос о мире в Украине, это его внешнеполитическая задача номер один. И вот то, что сказал дальше на российский маньяк, царь Владимир Владимирович Х, мне кажется, важно учитывать о команде Дональда Трампа, которая вступит, вступит или готовится вступить в должность и занять самые крутые кабинеты на этой планете. Центр принятия решений – Белый дом. И вот он им непосредственно диктует свой ультиматум. – Владимир Владимирович, не могу не доспросить, раз уж сошла речь о границах, а Украину мы в каких границах признаем? – Вы знаете, мы всегда признавали границу Украины в рамках наших договоренностей после распада Советского Союза. Но, обращая Ваше внимание на то, что в Декларации о независимости Украины и Россия это поддержала, значит, что Украина является нейтральным государством. Но затем и на этой базе мы признавали и границы. Но позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались. – Сейчас маньяк будет долго обосновывать свое безумие, что, мол, у него есть железные аргументы. И, знаете, вот этих российских пропагандистов, а Путин – он топ-пропагандист войны, их же исключительно словом и аргументами поставить на место несложно. Вот правда. Значит, что тут Манечелла говорит? Мы не договаривались, что Украина запишет своей целью в Конституцию вступления в НАТО. Точно не договаривались? Может быть, мы не договаривались. Но только соответствующая преамбула в основном законе Украины она появилась, если не ошибаюсь, в 16-м году при президентстве Петра Порошенко. А что было до этого? А, до этого наступила война. Значит, Путин и его орки, ну, в смысле граждане России, вторглись сначала в Крым, а потом на Донбасс. И эта реакция украинского общества и депутатов того созыва как раз на вторжение. Потому что Владимир Путин дал приказ настрелять в граждан нейтральной страны. И теперь внимание. А какие у нас были варианты? Если напали на нейтральное государство, то что надо делать? Нужно искать союзников, нужно искать военные блоки. Особенно если учесть, что эта страна слишком длинная. И да, варианта «Мир без России», я не знаю, будет лучше или нет, но точно нужно попробовать. Уверен, что вам этот тезис тоже понравится. И пишите ваше мнение по этому поводу в комментариях. Конечно же, он вспомнил о госперевороте. Это для них якобы карт-бланш. Якобы основание для того, чтобы начать войну. И тут Владимир Путин пересказал странную дискуссию с нелюбимым нами генеральным секретарем ООН Гутеррешем, который неоднократно приезжал к Путину. Иногда это вызывало исключительно рвотный рефлекс. Но, как теперь описывает Путин, там за кулисами, за закрытыми дверями Гутерреш говорил, что ты оккупант. Очень плохой человек. А Путин, а что Путин, нес, как всегда, бред. У меня уже неоднократно состоялась дискуссия с генеральным секретарем ООН. И здесь секрета нет. Я думаю, что он на меня тоже сердиться не будет. Он поддерживает тех, которые говорят о том, что мы нарушили нормы и принципы международного права, устава ООН, что мы начали боевые действия на Украине. Особо забавно, что сам ВВХ, он же особо с этим тезисом-то не спорит. Он просто тут пытается обосновать, что он имеет на это право. Потому что он Владимир Ха. Великий Владимир Ха, который все знает, и на которого нет управы. Сегодня нет, а завтра посмотрим. Потому что окончательно непонятно, какую поведет политику Дональд Трамп. Но знаете что? У Соединенных Штатов, у мощнейшего государства, у них есть ресурсы уризонить деда. Деда-маньяка. Повторю еще раз логику наших действий. Если в соответствии со статьей 1, по-моему, устава ООН, каждый народ имеет право на самоопределение, то и люди, которые проживают в Крыму, и люди, которые проживают на юго-востоке Украины, не согласившиеся с госпереворотом, а это незаконный антиконституционный акт, имеют право на самоопределение. Перед этим он нам рассказывал о том, как террористы и очень плохие люди обманули Рамзана Ахматовича, еще тогда юношу-ребенка, который стрелял в солдат федеральной, в смысле российской армии. А теперь оказывается, что они имеют право. Но вот эта игра в самоопределение, она прекрасна. Она мне тоже нравится. И вроде бы так все складненько, за одним небольшим исключением. Потому что Путин, он как Гитлер, один в один. Вот это вот право народа на самоопределение. Ну, во-первых, у нас все хорошо до того момента, пока российские оккупанты не пришли на украинскую землю. И, внимание, я даже убираю за скобки сам факт того, что он по этим регионам наносит авиаудары, ракетные удары и убивают всех, до кого могут дотянуться. Но даже если взять вот эту формулу ВВХ в рамках международного права, так как он читает вместе с Лавровым, они там долго морщили репу, потому что они же знают, что они оккупанты. Так вот хочется сказать, если ты говоришь о самоопределении, то вопрос, а что твоя армия делает на территории другого государства? Потому что еще раз, из последних таких исторических примеров, самым ярким является это Адольф Гитлер и Австрия. Они там тоже провели этот плебисцит. Но перед этим территория была оккупирована. Хотя история в части настроений, которые были в годы Второй мировой войны, они не точные. Поэтому вот эта вот ссылка на самоопределение, так задаемся вопросом. Тогда, а какие народы живут на этих территориях? Народ Херсонской области? Я считаю, что народ Курской области имеет право на сопределение больше. Ведь сам Маничелло при этом рассказывает, что это украинцы один народ. Значит, что получается? Нет народа Курской области? Мне кажется, нет. Но если нет народа Курской области, тогда и нет народа Крыма или Донбасса, Донецкой, Луганской области. И все это настолько очевидно. Но ВВХ пытается это все изложить, как аргументы, которые он потом будет использовать на переговорах с Трампом. Ну, просто бред. А в Госдепе при любых раскладах будут работать опытные дипломаты, которые просто скажут ему, не неси пургу, дед. Это для этих. Жополизов на Валдае подходит. На практике это не работает. Так, конечно, так. Значит, и вот эти территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своем суверенитете. Так? Ну, конечно, так. Это полностью соответствует сегодняшнему международному праву и уставу ООН. Если это так, то мы имели право заключить с этими новыми государствами соответствующие межгосударственные соглашения. Так? Ну, конечно, так. Так? Конечно, так. Я так понимаю, он описывает сейчас ситуации в своем кабинете, когда, что бы он ни сказал, все ему говорят так. Вот генеральный секретарь все это выслушал, кивал молча, говорит, ну да, ну да, хорошо, но все равно ты напал. Вот. Я не шучу. Вот это прям слово-слово. Но он так и не ответил на вопрос, что делает российская армия на территории Украины. Ну, кроме того, что мы их планомерно отстреливаем. Где в этой цепочке ошибка? Что я сказал не так? Где мы нарушили международное право и уставу ООН? Да нигде нет этих нарушений. Ошибка в этой цепочке исключительно Владимир Путин. И вариантов ее исправления не так уж много. Это борьба. Борьба, война, война за выживание. Тут все просто и очевидно. И еще. Он там сказал, что они будут проводить референдумы и далее. То есть он Трампу говорит, что я сколько смогу, столько и захвачу. И все будет мое. Дальше наш ответ. Наш и наших союзников. Над этим предлагаю и сконцентрироваться. И над этим работать. Подписывайтесь на канал. Поддерживайте сбор. Украина была. Есть и будет. До побачения.